Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Как видите, у нас такое обновление очень быстрое произошло. Я хочу вам рассказать о самых свежих новостях здесь в Турции, которые произошли буквально за сутки. Конечно же, сейчас главная тема, обсуждаемая в соцсетях и в принципе здесь в стране, это то, что между Сирией и Турцией нарастает межнациональный конфликт. На утро понедельника, вчерашнего дня, в Кайсере, где начинались протесты, было арестовано 67 граждан Турции, зачинщиков, которые участвовали в этих погромах и нападениях на сирийцах. Но уже к обеду понедельника на территории Сирии в качестве ответа за события в Кайсере начали сирийцы атаковать турецких дальнобойщиков, турецкие грузовики, которые шли по территории Сирии. Также они нападали на легковые автомобили, просто у которых были турецкие номера. Что они делали? Они окружали эти автомобили, останавливали их, били стекла, прокалывали колеса, затем у них появилось огнестрельное оружие. Они расстреливать начали уже турецкие грузовики дальнобойщиков. Также турецкий флаг на таможенном посту границы был снят и разорван сирийцами демонстративно на камеру. Потом появилось видео, как турецкий флаг демонстративно сжигали, этих видео становилось все больше и больше десятки. В турецком законодательстве есть статья, номер 300 пункт 1, о наказании за надругательствами над государственной символикой. Турки очень большие крайне патриоты. И это настоящая искренняя любовь к своему флагу, к своему гимну, к своей стране, к родине своей. И, соответственно, если вы хотите спровоцировать турка на что-либо, оскверните его флаг. И за этим как бы подействуют, конечно, сразу же какие-то действия будут, да, ответная реакция какая-то. Очень много видео в интернете, да, как турки бережно относятся к флагу, если он там упал, не знаю, сорвался, замарался, там еще что-то там. Там фотография с изображением просто флага или картинка какая-то, неважно. Отношение очень трепетное, то есть задеть за самое больное, это, конечно же, спровоцировать турка, оскорбить его страну или его флаг, или его гимн. Вся эта история, реакция, конечно же, накалялась. И на военном пункте турецкой армии в Ильдина-Тареп турецкие солдаты уже открыли огонь, предупредительный воздух. Потом они применяли слезоточивый газ для разгона сирийцев, которые нападали на этот пункт пограничный. В итоге в сирийском городе Африн сирийцы напали на турецких военных. Они пытались взять блокпост. Военные открыли уже стрельбу на поражение. И вчера были убиты 7 человек и 25 были раненых. Есть предположение, что раненых гораздо больше, потому что события развивались и, как бы, условно, подсчета, как такового, много не вели. Сирийцы захватили в итоге турецкую бронетехнику, транспортер и были посты в интернете. Все это очень демонстративно в интернете, как провокация, конечно же, проходила больше на камеру, видео очень много. Фраза, цитаты, то, что турецкая бронетехника у нас под ногами. Турецкий спецназ встал на площади перед муниципалитетом города Хатай. Это уже в Турции, потому что турки вышли на улицы, начали дергать всех проходящих сирийцев или кто на них похож. Сирийцы, в свою очередь, вчера в понедельник уже не открывали свой бизнес, свои кафе, магазины, которыми они владеют. Если у них такое было, то все было заколочено ставнями. И в Хатайе полицейские окружали административные свои здания государственные, чтобы нападок не было, если что, сирийских. И сдерживали своих граждан тоже. Также Sky News Arabic передавала, что Турция полностью отключила мобильную связь и интернет на районах Восстания. На приграничной территории турецкой, все что рядом с Сирией. В свою очередь, когда были эти нападения вооруженные на военных, турецкая армия перебросила подкрепления на север Сирии, для того, чтобы подавить вот эти антитурецкие восстания. Турция закрыла все свои пограничные пункты, ворота свои сирийские. Также было распоряжение всем турецким государственным служащим, госработникам, чиновникам, представителям правительства. Было рекомендовано сначала, а потом приказано, скажем так, в ультимативной форме удалиться с северной Сирии. Также турки вечером уже собрались в Хатайе на антимигрантский митинг. И они скандировали лозунг «Мы не хотим мигранта в стране». И понеслось. Вот эти протесты, это было примерно в 10 вечера, к ним подключились Бурса, Стамбул, Анкара, Анталия. Улицы этих крупных городов захватили погромы. Стоит отметить, что проходит это в отдельных районах или улицах в этих городах, где больше всего живет иммигрантов, или иммигрантские гетто, где есть улицы, где места, где располагается больше какой-то комьюнити объединения, иммигрантская, сирийская. Участвуют в этом, конечно же, более маргинального склада люди. И далеко не все турки поддерживают вот это то, что происходит. Это некое восстание. Большинство предпочитают, конечно же, наблюдать из дома, мониторить соцсети. Что, если мы берем официальные СМИ, и что люди здесь просто, народ додумает, реагирует? Вот люди просто, конечно, были в шоке. Простые жители обсуждали, сплетничали, наблюдали все в интернете. И все эти видео в социальные сети, конечно, захватили это Инстаграм и Твиттер. Твиттер просто горел, если переводить прямой смысл с турецкого языка. Взорвался, загорелся. То есть все только это обсуждали. Перепосты этих всех видео происходили. В свою очередь, турецкий надзорный орган по интернету, такой госконтроль, они возбудили 63 проверки, но зафиксировали больше 300 твитов в Твиттере, которые якобы, по их мнению, гос. этого органа распространяли фейки с вот этим бунтом и восстанием. Зафиксировали больше 300 таких публикаций фальшивых, но на 63 аккаунта, которые их публиковали, завели проверку. Ну и словно людей будут дергать, по IP вычислять. У нас здесь это очень быстро все делается. Буквально несколько часов на следующий день уже человек задержан. Как, короче говоря, занялись они этим вопросом. Видимо, для того, чтобы, в принципе, эта новость не форсилась, ну потому что соцсети просто нереально взорвались. Все просто сидели в телефонах, естественно, скроллили, и открыв рот и думали, что же у нас сейчас дальше-то будет, и как это вообще продолжится и закончится. Что касается официальных СМИ на телеканалах, ближе к вечеру тема эта, конечно же, у нас начала подниматься, обсуждаться на госканалах. Но риторика на госканалах только одна. Это провокация против президента. Кто за этим стоит, какая выгода может быть, какая причина. В течение суток никакой реакции от правительства официального, от президента, аппарата президента, министров каких-либо, не было вообще никакой реакции. Было просто наблюдение. Я хочу озвучить цитату прямую президента, что он сказал по этому поводу. Одной из причин событий, произошедших вчера в Кайсере, является ядовитая риторика оппозиции в нашей стране. Президент Эрдоган также сказал, что ничего не может быть достигнуто путем разжигания ксенофобии и ненависти к беженцам. Но в итоге во всем, как вы видите, во всей этой, цитата закончилась, но во всем этом выступлении он, конечно же, обо всем обвинил оппозицию. Но, хожу честно, на данный момент заявлений от оппозиции, комментариев происходящих официальных каких-то вообще не было. Никакой реакции нет. Но, в свою очередь, другие политики. Турецкий политик Мухарем Индже высказывался еще днем, когда этот ответ, скажем так, сирийский только начался. Цитата его. События, произошедшие в Кайсере, не имеют ничего общего с ксенофобией или действиями оппозиции. Эти события являются результатом неправильной политики Эрдогана в Сирии. Эрдоган, в свою очередь, должен как можно скорее отправить всех сирийцев к себе обратно на родину. Конец цитаты. Больших вообще политических заявлений на эту тему у нас не было. Вот только президент высказался, публично этот политик, парочка еще религиозных лидеров. Но вчера, уже поздной ночью, президент Эрдоган подписал указ о смене сразу двух министров очень важных. Так у нас сменился министр здравоохранения, который весь у нас ковид прошел. А министром экологии и градостроительства стал Мурат Курум. Мурат Курум, если мы помним, это попытка его была выбраться мэром, кандидатом на выборах мэрских в Стамбуле. Он проиграл свою очередь. Его не выбрали. Сейчас по поводу трех мнений, которые существуют на данный момент, актуальны в обществе. Я просто их озвучиваю. Это не моя личная какая-то позиция или мнение. Я озвучиваю, о чем здесь идет риторика. А там уже выводы, скажем так, делайте сами, додумывайте ли, выбирайте то, что вы думаете. Можете об этом написать в комментариях под видео. Одна позиция официальная государственная о том, что это проделки, провокации оппозиции для того, чтобы нести дисбаланс какой-то. Люди очень довольны экономической ситуацией, ростом тарифов различных и так далее. Вчера в понедельник, кстати, у нас выросло электричество на 40 практически процентов. На 2 лиры, это 6 рублей, литр бензина подорожал и так далее. С недовольных очень много. Вторая позиция о том, что это уже более оппозиционный взглядов. Не забываем, что у нас в стране 50 на 50 делятся взгляды. 50% за президента, 50% оппозиционные. Второе крыло говорит о том, что возможно вообще провокация из внутри этого конфликта для того, чтобы развязать войну, начать войну с Сирией и таким образом переключить внимание людей от экономической ситуации, направить их гнев, найти какого-то врага на стороне извне для объединения внутри страны людей. И третье мнение, это журналисты об этом публикуют и говорят о том, что возможно это просто стечение обстоятельств, никакая не провокация из-за, первое, да, вот этого насилия над шестилетним ребенком, которое было с сирийским мигрантом на территории Турции. И второе, это то, что мы в предыдущем выпуске озвучивали, позитивная попытка позитивных переговоров в Бейруте о налаживании диалога между Сирией и Турцией, что крайне радикально настроенные люди этого не хотят, как в Сирии, так и в Турции. Вот чем вызвана, по мнению журналистов, эта ситуация. С 1 июля вчера вступили в силу новые расценки на оплату за проезд по мостам, магистралям и тоннелям в стране. Здесь их очень много, если вы хотите побыстрее доехать из Табула, например, в Измир, вы можете воспользоваться оплатным мостом. Так вот, к примеру, мост Осман-Гази стоит теперь 56 долларов, 1800 лир. Мост Чанакали 740 лир, 23 доллара, это 2000 рублей. Мост Явуза Султана Селима 180 лир, это 6 долларов, 500 рублей. Евразийский тоннель 213 турецких лир, 6,5 долларов, 600 рублей. И давайте немножко закончим с забавными, добрыми, назовем так, новостями. Вчера тоже вирусилось видео с утра в соцсетях о том, что мужчина, считавшийся пропавшим, утонувшим в море, он потерялся, его уже объявили погибшим. Нашли мужчину спящим на надувном матрасе, который просто в Эдерне городе отдрейфовал на 3,5 километра от берега. И он просто спал. Он вообще, ну, как бы отдрейфовал, но не боролся за свою жизнь, отдыхал, уснул. И когда к нему подплыла лодка, спрашивали, мужчина, там, вы живой с тобой, все в порядке, все окей. Он просто проснулся, ничего не понимает, что-то случилось, вообще какие-то проблемы, я просто спал. Родственники близкие уже его просто крест на нем поставили, человек утонул, думали, что, ну, как бы все уже случайно, его нашли дрейфовующим на матрасе надувном. Причем матрас, знаете, такой вообще абсолютно ненадежный и просто чудом, конечно, что этот мужчина выжил и с ним все оказалось в порядке. Такие новости горячие, прямое включение буквально на данный момент. Спасибо вам за ваше внимание. Оставляйте комментарии под видео в инфобоксе. Есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Если хотите быть в теме, обязательно подписывайтесь. Там все самое свежее и новое. До новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok